Всем привет! Сегодня новая подборка электроники из Китая, которая отлично подойдет на подарок к новому году, чтобы порадовать своих близких. Покупаете товары из Китая, в том числе с Алиэкспресс? Если да, то загляните на Залипанду. На канале много крутых подборок и распаковок товаров с Алиэкспресс, в которых вы найдете что-то полезное для себя. Поэтому рекомендую переходить по ссылке в описании, смотреть интересные видео и подписываться на канал Залипанда. Начнем мы со смартфона Exxon 7 Mini. В нем динамики выставлены на показ, они занимают место, которое у многих смартфонов отведено под надписи и выглядит это достаточно уместно. Амолед дисплей принято не любить за мультяшно перенасыщенные цвета и чуть большую зернистость в сравнении с IPS. Но идеально черный цвет, высочайший уровень контрастности, пониженное энергопотребление и намного лучшая читаемость на улице, это приятные фишки таких экранов. И тут каждому свое. Здесь же используется именно амолед дисплей. Мобильник оснастили японским цифроаналогом-преобразователем. Эквалайзер Dolby и внезапно динамики. У стереодинамиков нашего героя есть две отличные фишки. Первое это умение выдавать громкий и заливистый звук без каких-либо искажений. Вторая особенность динамиков это их объем. Он способен выдавать кинотеатральные трюки с обволакивающим звуком. Процессор Voxon 7 Mini Snapdragon 617 с подтянутой оптимизацией свои задачи выполняет отлично. Камера тыловая на 16 мегапикселей с диафрагмой 1.9. Фронтальная камера средняя по качеству. Не ошибается с цветопередачей, хорошо передает детали, но настроена только на селфи с короткого расстояния. Аккумуляторная батарея на 2700 мАч. Цена 7840 рублей. Данный тонометр стал результатом сотрудничества Xiaomi с американской компанией iHead Labs. Последняя специализируется на выпуске умных приборов медицинского назначения и имеет такие товары как весы, фитнес-трекер, измеритель пульса, глюкометры и устройство для измерения давления. Док-станция круглой формы, достаточно компактная, 11,3 см по диагонали. Сзади располагается микро-USB порт для зарядки, а с левой стороны разъем для подключения манжеты. Устройство без проблем работает во время зарядки. Цена 3090 рублей. Небольшой цифровой электронный термометр для измерения температуры человеческого тела, издающий звуковой сигнал при завершении работы. Прибор достаточно чувствителен и измеряет температуру от 35 и до 43 градусов Цельсия. Очень удобно брать с собой в поездки, можно не переживать, что он разобьется, по сравнению с артутным. Цена небольшая, всего 140 рублей. Автомобильное металлическое зарядное устройство с функцией быстрой зарядки от Xiaomi. Оно имеет два USB-выхода с разной величиной зарядного тока, 2,4 А и 3,6 А. Цена 510 рублей. Новый бюджетный смартфон, вернее M5, не похож на предыдущее творение молодого китайского бренда. У него нет особо емкой батареи или мощной аппаратной начинки. Зато этот аппарат представляет собой максимально сбалансированный продукт. Основан он на процессоре Mediatek MT6750. Он отличается неплохой производительностью благодаря 8 ядрам Cortex-A53. Имеет целых 64 ГБ встроенной памяти, а оперативной целых 4 ГБ. Экран смартфона основан на технологии IPS и имеет диагональ 5,2 дюйма при разрешении 720 на 1280 пикселей. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной 8. Смартфон имеет вполне приличную батарею емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Pump Express 2.0. Цена 8920 рублей. Отличная экшн-камера, которая имеет небольшие размеры. Чипсет Umbrella A12 LS75. Он может уменьшить шум и размытие даже в самых сложных условиях. Входы у нее под microUSB, microHDMI и microCD до 64 ГБ. Также снизу есть стандартная резьба под штатив. Экран у камеры контрастный, читается под большими углами. Размеры 42 на 33 мм. Важная особенность для съемки в 4К нужна скоростная карта памяти. Камера обладает большим множеством режимов и настроек. Можно настроить под свой вкус. Цена 7040 рублей. Xiaomi Pro HD. Это гибридные наушники. В них используются двойные динамические и сбалансированные драйверы для более качественного звука. Они металлические, под разъем 3,5 мм, с длиной кабеля 125 см. На подарок самое то. Цена 1300 рублей. Креативный портативный светодиодный фонарь USB Xiaomi. Имеет 5-уровневую регулировку яркости и гибкий корпус, позволяющий освещать необходимое место с наиболее удобного угла. Цена 290 рублей. Bluetooth гарнитура от Xiaomi. В ней встроенный микрофон для громкой связи и поддержка управления различными кнопками. Это вакуумная гарнитура и она практически ничего не весит. Всего 6 грамм. Цена 650 рублей. Восьмиконтактный зарядный кабель, идеально подходящий для айфона или же айпад своим разъемом. Он в льняной оплетке и длиной 1,8 метра. А цена 215 рублей. А теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же киви кошелька. Условия поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором ютуб канале.